Привет, девчонки-мальчишки! Я на тренировке. Последний раз была 5-го. Последний 7-й месяца. 12 дней попросила, а не будет. Время летит заметно. Кажется, что неделя прошла. Но так и случаются перерывы в тренировках. Нежелательные. А вывел меня на тренировку. Спасибо ей для статиста. Я специалистичная взяла заказ для того, чтобы выйти из дома. Потому что просто так мне все трудно выйти из дома, собраться в каком-то определенном времени. На это я взяла заказ на 9 часов утра. Ну и так же по пути, собственно говоря. Заказ за небольшие деньги, за 146 рублей. Ну, хотя бы за транспорт со мной не платить. По пути, правда, еще один заказик взяла. Но, в общем, в выходные дни от Delivery у меня, получается, работа в пистолисте. Ну, и поскольку выходной, зачем заниматься? Собой, конечно же. Конечно же, собой. Да, кстати, у меня после моей курьерской работы в Delivery рез изменился в очень сильный вес. Что для меня, в общем-то, не характерно. Он у меня держался один и тот же, уже 56,5 килограмм был. А сейчас 54,160. Короче, почти полтора килограмма. Я за эти 12 дней за время работы в Delivery сбросила. Так что, кому надо сидеть, повторяюсь в одном видео, как я говорила. Идите курьеры в Delivery. Заодно мышцы подкачаются. Ну, что ж, у меня известно, сколько я заработала в первый день работы в Delivery. Обещала тебе рассказать. Рассказываю. Работала я 6 часов в первый день, если помнишь. И заработала я 711 рублей. Но при этом я первый час полностью просидела без работы. Я для себя сделала такой вывод, что график такой ставить не надо. Я поставила график с 8 утра. И вот с 8 до 9 не было ни одного заказа. То есть, раньше 9, видимо, их нет. Ну, во всяком случае, вот в этом районе, в своем, в моем юбилейном, где отправная точка на Минской, 120, друг, 8 в магазине. Окей. Ну, что еще новенького расскажу. Сегодня у меня в Delivery выходной. Единственное, я себе взяла выходную неделю, это среда. Ну, и что ты думаешь? Ой, я же уже тебе рассказала. Короче, я взяла заказ, чтобы выйти из дома и пойти на тренировку. Но потом по пути я взяла еще один заказ. Он был рядом по пути и чуть-чуть подальше, чем туда, куда мне на тренировку надо. Я его взяла, пришла к заказчику и, ну, зашла, это гостиничный комплекс был, где гостиница, ну, небольшая такая гостиница. Вот, и девушка, которая там на ресепшене, ничего не знает. Я звоню по телефону, по которому, ну, телефон заказчика там же указывается в программе «Достависти». Звоню по телефону, он говорит, уже поздно. Я говорю, в смысле, я прибыла вовремя. Вам все, ничего не надо. Ну, я нажала «Закрыть адрес», как это положено делать «Достависти». Ну, пошла на трамвай, на который мне надо было, чтобы ехать на тот первый заказ. И по пути пишу в чат диспетчеру о том, что вот так и так случилось, чтобы мне закрыли заказ. Потому что, ну, что я могу сделать? Она говорит, а что клиент отказался от заказа? Я говорю, ну, я не знаю. Говорю, ну, вот так он сказал, что уже поздно. Позвоните. Мне тут пишут «Достависти – это информационная система». Короче, чтобы я позвонила клиенту и сказала, чтобы он закрыл заказ в программе. Я звоню. Он мне говорит, что вы мне надоедаете и мешаете мне работать. Ну, то ли работать, то ли что. Короче, я ему мешаю. Я говорю, так вы будете закрывать заказ в программе отказываться или нет? Он, ничего, я не буду. Я говорю, значит, не закрывать. Он говорит, делайте, что хотите. Вот это все я написала в чате. И после этого мне этот заказ закрыли и начислили 100 баллов за ложный вызов. Ну, я уже неоднократно рассказывала, что в «Достависти» баллы равны рублям. Это значит, что потом они станут рублями, когда будут обрубляться. Вот. Или… Ну, или они идут как комиссия списывается за заказы. Вот. Ну, таким образом я первый заказ отдала, приехала. Денежки мне отдали. И тут я решила… Ну, там, считай, я тоже заработала. Хоть ложный вызов 100 рублей. Вот. И я думаю, ну, посмотрю-ка я еще по пути что-нибудь посмотрела. И да, нашла, что там, где я тренируюсь, недалеко, есть заказчица, которая хочет отправить туда, куда я поеду. Ну, короче, заказ есть 200 рублей там. Вот. Я его взяла. Взяла из-за того, что рядом с моей тренировкой. Заказ взяла, пошла потренировалась. Кусочек тоже… Я уже показала небольшую часть из зала. Вот. И в конце тренировки я опять захожу в приложение Достовиста. Да, вот такой у меня выходной. Четвертый раз захожу, смотрю заказ. И смотрю, есть там, недалеко, опять же, от моего зала от Alex Fitness еще один заказ, который надо вести примерно в ту же сторону, где я буду отвозить. Отвозить другой предыдущий. Ну, и вот так я взяла еще один заказ по пути. Он стоил 298 рублей. Работа оплачивалась также на карту. Вот. Но, конечно, будут расходы на транспорт. На транспорт там, в общем-то, что на один адрес, что на другой, там на двух транспортах надо было ехать. Ну, я как-то так их совместила оба вместе, чтобы получилось поинтереснее. О, я говорю стихами. В итоге я сегодня заработала за семь часов работы. Шесть или семь. Ну, семь это вместе с моей тренировкой. Тренировался я час. Значит, шесть часов работы. Семьсот рублей. Ну, минус дорога. Ну, шестьсот точно получится. Ну, как бы сто рублей час. Вот. Ну, в общем-то, почти то же самое, что в Деливере. Разница в том, что в Деливере я сумочку таскала. Термосумку. И у меня спина заболела. Кстати, спина прошла. После тренировки я сегодня сохраняла. Тепло. Кофточки на себе носила сверху. Спина не болит. Другое место тоже, можно сказать, не болит. Таблеточки пьем. Построение хорошее. Хорошо, что я сходила. Хорошо, что поработала. Сумку я не таскала, но я замерзла. Я замерзла, как цуцик, когда ехала обратно. А, я же тебе еще рассказать обещала одну историю. Про мой вчерашний. Вчерашний? Нет, позавчерашний. Заказ. В достависте. Я взяла в достависте заказ. Забрать из спортмастера. Отвезти надо было клиенту, покупателю. Прихожу в спортмастер. Не успел я зайти. И парень, который мне выдавал, как выяснилось потом, зовут его Тимофей. Сразу сказал, что это проверочный заказ. Мы хотим проверить, как там оформляется возврат. В достависте появилась новая функция. Быстрый возврат. Быстрое оформление возврата. И вот они решили проверить, как это. Когда я это услышала. А, я говорю, это что значит, надо будет обратно возвращаться? Он говорит, да. Я, конечно, расстроилась. Потому что я хотела взять последний заказ, чтобы довезти туда и поехать домой. Но отказаться от заказа я не могла. Потому что он был в разряде срочных. Это значит, что вот уже нужно было, как я его взяла, быстро туда приехать ко времени. Когда заказы срочные, то за отказ от таких заказов штраф начисляется. Один раз я попала на такой штраф 200 рублей. Вот. В этот раз был штраф 100 рублей. Ну, думаю, я не хочу в минус. Как бы я сюда приехала для того, чтобы сделать себе минус 100 рублей. Думаю, ну ладно, поеду туда, поеду обратно. Думаю, ну за обратную дорогу тоже что-нибудь начислят. Еще заработаю. Вот. Вот. Он мне сказал. А. И, кстати, там в приложении было сразу написано. Получателю по номеру телефона не звонить. По вопросу, если будет, там даже не если, а по вопросу возврата, звонить на первую точку. А первый адрес. Ну, я поехала туда. Выбрали они для проверки. Адрес, конечно, офигеть какой. Я выбрала один транспорт, естественно, чтобы не тратить деньги на два транспорта. Вышла недалеко от этого спортмастера на Северный 438. И стою, жду автобуса. 36-й. Долго бы не было. Я промерзла. В деливере я не мерзла. Мне было тепло. Потому что там все время движуха, все время движуха. Я не успевала там выполнить один заказ. Мне уже приходил второй. Я уже выполнила, когда один заказ, следующий я уже автоматически сразу шла. Пока я выполняла этот второй, мне приходил третий заказ. Вот так я работала везде. Я не замерзла. А тут мне пришлось стоять на остановке, ждать автобус. Никто в этом, конечно, не виноват. Ну, ехала я. Вместо указанных там добираться что-то было около часа, меньше часа. Я ехала туда полтора часа. Ехала, шла пешком 20 минут. Пришла к тому дому. А мне еще этот тематик говорит, вам же надо приехать на этот адрес, чтобы отметиться. Я говорю, да, конечно. Ну, вот мы хотим посмотреть, как там будет открываться третья точка. Я говорю, ну, ладно. Ну, я не придумала никаких вопросов задать ему. В общем-то, думаю, ну, нормальный человек, да, вот объяснил все, что надо ему там что-то проверить. Думаю, ну, что я буду спрашивать, что ему там надо проверять. Ну, хочет, ладно, думаю, пускай проверяет. Приехала я. Длинный рассказ, но история интересная. Ну, слушай. Приехала я, значит, к черту на куличике, извините. Телефон достала, кнопку прожала, что я приехала на этот адрес. И там сразу выходит кнопка «Оформить возврат». Я думаю, странно. Я же, наверное, должна зайти в этот дом. Ну, короче, я звоню, как меня просили, по телефону на первом адресе. То есть, как бы в магазине он должен быть, этот телефон. Звоню по указанному номеру. И мне говорят, что набранный вами номер не существует. Если бы мне не сказали заранее, что это проверка, я бы просто офигела, конечно, да. Ну, так думаю, ну, ладно. Как бы сделали, вот так они смухлевали, решили сделать какую-то себе проверку. Ну, меня предупредили, в общем-то. Думаю, ну, что, кнопка есть «Оформить возврат». Я нажимаю кнопку «Оформить возврат». Там выходит несколько, ну, как, типа тестов, да, выбрать один из вариантов ответа. Что покупатель отказался, да. В связи с чем? Я уже не помню там. Ну, короче, я нажала просто, что нажала, что там. Вернуть в магазин, да. И, значит, я это все нажала. И смотрю, добавился адрес. Смотрю, да. Адрес добавился. Добавился опять адрес магазина третий. И там написано, что приехать я туда должна на следующий день. С десяти утра. Ну, там то ли до девяти, то ли десять вечера. Наверное, до девяти вечера. Я думаю, ну, нормально. Приехала, вернула. Кроме того, смотрю, а сумма заказа не изменилась. Как было 287 рублей, так и осталось. Я думаю, нормально. Значит, я должна кататься еще завтра туда, отвозить этот заказ. Туда, обратно. Мне, как бы, я работать не собиралась доставить на следующий день. Я в деливере работала. У меня график, смена. Ну, я начинаю писать в чат. Пишу, говорю, почему я должна бесплатно. Вот, со мной разговаривала оператор Анна. Внимательная девушка, приветливая. Вот. Она мне тоже говорит, да, я не понимаю, почему так. Ну, вам, наверное, потому не пересчитали сумму. Потому что, если ее пересчитывать сейчас, то она уменьшится. Я не знаю, что там такое с программой, что с ней случилось. Просто, может быть, еще не совершенно вот это новое введение, когда возврат. Но сумма почему-то пересчитывается в меньшую сторону. Поэтому мне ничего не пересчитали. Значит, еду, еду, уже подъезжаю почти близко к дому. Ну, смотрю, сегодня написано отвезти заказ. Я думаю, нормально. Я уже, значит, к дому приехала. Сейчас я поеду вообще в другую сторону. Нет. И к тому же сумма такая же, которая была за одну доставку. В общем, я просто еду домой. Мне стали звонить опять с доставистом. И я объяснила, что я сегодня уже не поеду. Может, уже и в чате написала. Я уже не помню, да. Что я подожду до завтра. Ваши реакции. Может быть, все-таки все будет нормально. Пересчитать сумму. Вот. И сама исправила вручную. Обратно на следующий день доставку. Чтобы мне там не было написано штраф, опоздание. На следующий день я пошла работать в Деливере. Программу достависта я даже и не запускала. И не смотрела, что там как. Потому что у меня еще не было на это время. И мне позвонили с достависта. Сказали, что сумму пересчитали. Когда я планирую отвезти, я сказала, что планирую отвезти ближе к вечеру. Это еще не все. И вот, значит, очередной заказ Деливере я доставляю. И мне звонит оператор Анна вчерашний, с которой я предыдущий день разговаривала. И начинает меня спрашивать. Уже второй раз, кстати. Предыдущая девушка спрашивала. А вам давали код? А вам не давали код? А как вам дали вообще товар? Ну, я уже думаю, а почему я должна скрывать? А, еще она сказала, что спортмастеры сказали, что я, курьер, не позвонила на том адресе. И типа, может быть, я там и не была. Они решили на мне сэкономить. Ну, нормально вообще, да? Спортмастер решил на мне сэкономить. Я думаю, ну, ладно. А я думаю, а почему я вообще мовчу и не рассказываю вот это, что они мне... Вот это проверка, не проверка. И я все рассказала оператору Анне, что да, вот так мне сказали, что это проверка. И что я приехала. Она говорит, вот... А они сказали, так, пусть она пришлет скриншот, как она позвонила получателю. Никто не звонил на этот номер. Представляете? А я говорю же, что там было написано сразу в приложении, что на этот номер телефона не звонить. Звонить на первый. Это вот какими надо быть жмадами и как относиться к людям, чтобы так вот вообще сделать. Я в шоке просто. Так что... Выходит, спортмастер-мошенники. Я не знаю, зачем это было надо. Ну, если вы хотите проверить. Если вам это нужна проверка. Ну, при чем здесь я? Я сделала то, что вы меня просили. Я отвезла. Вам надо, чтобы я привезла обратно. Ну, заплатите за обратную дорогу. Мне что, заняться нечем, что ли, кататься туда-сюда бесплатно? В общем, сумму у меня пересчитаю. Вместо 287 была сумма 431 рубль. Ну, не в два раза больше, но хотя бы так. Вот, что-то все равно как бы осталось после траты на проезд. А я специально ездила. Приехала с деливери, с работы. Я переоделась и поехала туда на трамвай, обратно на трамвай. Опять же, по холоду, по морозу отвезла. И там я сняла видео, когда мне девушка, когда я у девушки, девушка у меня забирала возврат. Я в это время снимала телефоном. Да, я умею так снимать телефоном. Когда мне не разрешают снимать там где-то, я вот так втихаря снимаю. Вот, и там я сняла. Ну, думаю, вдруг какая-то ситуация, что-то будет там, какой-то предъявы какие-нибудь. У меня все будет записано. Вот, в общем-то, ничего там особенного не произошло. Если интересно, я, конечно, выложу это видео. Но там просто она не знала, как это оформить этот возврат. Вот, позвонила этому парню, Тимофею, который мне отдавал этот заказ, его роспись там в накладных. И спрашивала, как что делать. При этом я неоднократно повторяла, что это проверка. Никто моих слов не опровергнул. Даша, где возвращать сети? Доставку кому возвращать? Возвращать? Да. Мне. Что надо делать? Мне достаточно закрыть адрес. Ну, что-то не знаю, у нас что-то там поменялось. Что-то не надо делать. А-а-а. 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 Вы куда-то до адреса доехали? Нет, сейчас, пока ты начал его закроть. А у тебя там парень был саменький? Где? На адресе. А вообще, который здесь парень был вчера, он же мне сказал, что будет возврат. Дальше. Мне не надо. Никакого парня. Мне от вас что-то надо или нет? Да я, честно говоря, не могу. Мне дай маски, это маски. Расписывается или что? Нет? Сейчас, подождите. Ну, отверите. Я вам говорю, что схема новая, и вы, получается, получили заказ здесь? Нет. Пошли на адрес. Сказали, что мне не подошло, я хочу сделать возврат. И вы пошли сделать возврат. Правильно? Нет, неправильно. Объясните мне, как было. Вчера, когда я сюда пришла, тут был парень, который мне сказал, что это будет возврат. Я еще никуда не ездила. Он сказал, что будет возврат. Что нужно сделать проверку. Я говорю, что надо будет обратно привозить? Он говорит, да. Ну, все. Получили заказ вчера для проводни? Ну, вчера. Вчера вечером, 16, примерно 30. Тимофей, привет. Ко мне курьер пришел с возвратом. Мы давали твой подпись. Вчера вы договаривались, что нужно сделать возврат. А ты, когда придешь, мы сделаем возврат. Все, да? А ты, когда придешь, мы сделаем возврат. Да. Все. Все. Сюда. Если были бы какие разборки, то у меня есть доказательства. И доказательства звонка на неизвестный номер, который не существует. И видеозапись. Курьер. Но я больше заказа из спортмастера брать не буду. Если ты курьер или собираешься им быть, то ты как хочешь. Я лично не люблю нечестных людей. Я не знаю, кто нечестный оказался. Люди. Или магазин. Бренд, конечно, ни при чем. Но, тем не менее, меня такая ситуация не устраивает. Ну, конечно, можно посмотреть на это с такой стороны, что всегда можно добиться своего. Ну, зачем это надо нервы свои трепать? Ну, в общем, у меня такое отношение осталось. Я больше не хочу в этот магазин и хочу с ними сотрудничать. Ну, пожалуй, все. На этом история моя заканчивается. Как видишь, с доставистой я не рассталась. И в выходной день, в общем-то, мне нормально. Во всяком случае, сейчас. Пока у меня не стабилизировалось финансовое самочувствие, состояние. Я не знаю, может, я так выгляжу. Уже жалко. Даже на обратном пути я ехала сегодня с заказом издалека. Там поселок Северный, там еще далеко, на автобусе. И водитель, мужчина, не взял с меня денег с проездом. Я ему протягиваю, он говорит, не надо. Ну, я с ним туда ехала и потом обратно. Ну, я сказала спасибо. Походила и сказала пока. Вот. Ну, хотя, может быть, не потому что я жалко выгляжу. Может, потому что, наоборот, понравилось. Ладно. На этом мое видео длинное сегодняшнее заканчивается. И, ну, хочу сказать, что в Деливере я первый день 711 рублей заработала. Я даже, в общем-то, и не ожидала, потому что было всего, что я уже забыла, сколько я сказала. Четыре-пять заказов. Пять, вроде, да. Пять заказов. Но на следующий день я выполнила восемь заказов. И, вроде бы, даже километров там я больше протопала. Так что расскажу потом тебе, сколько я заработала на второй день. А, может быть, сразу и про второй, про третий расскажу. Что каждый день-то, да? Одно и то же рассказывать, записывать. Уже, наверное, видео с улицы я не буду записывать на Деливере. Во-первых, холодно. А, во-вторых, ну, что я могу еще нового рассказать? Если у тебя есть какие-то вопросы, спрашивай в комментариях. Я буду рассказывать. Вот. Но если будет настроение, то я сниму. У меня так бывает. Я говорю, не буду, не буду. А потом, ну, раз и сняла. Все. На этом все. Пока. Целовашки-обнимашки. Всех благ.